Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске. В 2021 году остров Ахтамар в Западной Армении посетили 90 тысяч человек. Армения и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. После Казахстана и в Турции все может внезапно полыхнуть. Мнение тюрколога Софрастяна о предстоящих переговорах. Люди в Сюнике живут в условиях неопределенности. Задача номер один – обеспечить безопасность. Очередная ложа азербайджанской пропагандистской машины. Азербайджан обратился в христианство в 313 году. Сиваннишаням будет освобожден. Суд обязал его покинуть Грецию добровольно. Каирская международная биенналь для детского искусства. В 2021 году 90 тысяч человек посетили остров Ахтамар на озере Вам Западной Армении. Тысячи местных и иностранных туристов посещают остров Ахтамар каждый год, в том числе поколения депортированных армян, которые были насильно депортированы из Западной Армении из-за геноцида против армян. Эти визиты дают армянам и мигрантам возможность познакомиться со своей исторической родиной. Остров Ахтамар и построенная здесь историческая армянская церковь были закрыты для посетителей в 2020 году из-за эпидемии. Однако в 2020 году его посетили до 65 тысяч человек. Если не будет новых ограничений из-за эпидемии, в 2022 году количество посетителей увеличится. Республика Армения и Соединенные Штаты Америки отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Об этом в Твиттер написало Министерство иностранных дел Армении, отметив, что двусторонние армяно-американские дипломатические отношения были установлены 7 января 1992 года. С 1992 года между Арменией и США сложились прочные партнерские отношения, основанные на общих ценностях демократии, уважении прав человека и верховенства закона, говорится в сообщении Министерства иностранных дел, поздравляя две страны с годовщиной. Острейший кризис в Казахстане и его промежуточная кульминация, связанная с вооруженными силами ОДКБ, которые, согласно уставу, могут действовать только в случае агрессии или нападения, вызывают повышенное внимание в мире как среди политиков, так и среди экспертного сообщества. Президент Казахстана Касым Жамрат Такаев, назвав протестующих банды международных террористов, обратился за помощью к ОДКБ, хотя многие понимают, что внешний триггер казахстанских волнений маскирует большее. Нарастание обострившихся социально-экономических проблем, технический и политический неудачный транзит власти от Нурсуртлана Назарбаева к Токаеву и т.д. Статья полностью доступна на нашем сайте. По словам тюрколога Рубена Сафрастяна, первая армяно-турецкая встреча будет более познавательной. Не стоит возлагать большие надежды, по его словам, позиция Турции по Армении не изменилась. На переговорах будут представлены три известные предусловия Анкары. Армения должна подтвердить свою приверженность Карскому договору 1921 года, признать нынешние границы Армении и Турции, отказаться от своей политики международного признания геноцида и Арцаха. По словам тюрколога, ко всему этому присоединилось четвертое требование – вопрос так называемого Зангизурского коридора. Независимо от повестки Турции, Армения должна стремиться продвигать свою повестку дня, которая является началом процесса признания геноцида, совершенного Турцией против армян, сказал Сафрастян. Сопредседатели Минской группы признали геноцид. «Я считаю, что наша дипломатия должна попытаться использовать это обстоятельство. Она должна сотрудничать с этими тремя странами, чтобы они оказали давление на Турцию». После 44-дневной войны ряд сёв Сюники стали приграничными районами. А после передачи азербайджанцам участка дорога Горис-Капань, Сюникская область столкнулась с множеством проблем. Задача номер один – конечно же обеспечить безопасную среду. Но сегодня жители Сюника сталкиваются с множеством проблем. В районах соприкосновения с азербайджанскими вооруженными силами, право населения на жизнь в мире и безопасности, а также право на свободное передвижение часто подвергаются опасности. После того, как дорога Капан-Чакатэм перешла под контроль азербайджанских вооруженных сил, нашим соотечественникам приходится преодолевать 150 километров, чтобы добраться до Капана вместо шести километров из сел Цавч, Срашен, Неркиньхен, Шикахох и Шишкерт, учитывая, что альтернативная дорога еще не строится, сказала депутат фракции Аэстан Анна Григориан. Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насим Ага написал в своем микроблоге Twitter-пост в честь Рождества. Консул Ага утверждает, что Азербайджан имеет древнее христианское наследие. В качестве доказательства своих слов он использовал фотографии старых армянских храмов в Арцахе. В это Рождество давайте посмотрим на эти прекрасные картинные древнего азербайджанского христианского наследия. Христианство пришло в Азербайджан в первом веке, став государственной религией в 312 году. Сотни тысяч христиан сегодня живут в Азербайджане в мире и религии, написал он. Коллаж, опубликованный на Симаха, содержит фотографии армянского монастыря Дадиванг IX века, армянского монастырского комплекса Ганзасар X века, армянский Тицернакаванг в Кашатахском районе и церковь Святого Яхише XII века. Административный суд Сиреса огласил решение, согласно которому Симан Нишанян будет освобожден 7 января. Согласно решению, он обязан добровольно покинуть Грецию в течение 15 дней. Поскольку Симан Нишанян является гражданином Республики Армении, он может при желании вернуться в Армению, говорится в сообщении посольства Республики Армения в Греции. Стамбульско-армянский интеллектуал, лингвист Севан Нишанян, приговоренный к 17 годам лишения свободы в Турции в 2014 году, совершил побег 14 июля 2017 года. 25 июля 2017 года Нишанян сообщил, что обратился к греческим властям за убежищем. Турецкая пресса того времени писала, что арест Севана Нишаняна был выдумкой властей, поскольку интеллектуал неоднократно публично критиковал пробелы турецкого правительства. Министерство культуры Арабской Республики Египет в сотрудничестве с неправительственной организацией African Middle East for Education Drew Art проводит мероприятие «Каирская международная биеннале детского искусства» под названием «Живопись моей страны». Право на участие имеют дети от 4 до 18 лет, а также все дети с особыми потребностями до 18 лет. Работы принимаются до 1 февраля 2022 года. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.